Всем трейдерам огромный привет! С вами Аркадий Романович. Сегодня третье видео на тему, как быстро создать свою собственную, конечно же, прибыльную торговую систему либо торговую стратегию, если вы не смотрели первые два ссылка. Вот здесь, в правом верхнем углу, обязательно посмотрите. Сегодня я буду делиться своей системой, системой Cluster Trader. В первом видео давал вам фундаментальные основы создания системы, то есть как создать систему, на что ориентироваться, как подсчитать объем, как отслеживать тренды, уровни и так далее. А сегодня мы разбираем уже рабочий вариант, то, как мы с трейдерами торгуем. И особенное внимание мы уделим сигналу ротации бара, который самый активный на этой неделе у нас. Итак, давайте запишем. По списку пойдем. Первый сигнал, давайте по-другому. Cluster Trader называется моя торговая система. Cluster Trader. Почему Cluster? Что такое Cluster? Такое слово, да? Cluster – не что иное, как объединение. Когда мы видим в одном месте в одно время сразу несколько разных условий, которые говорят о том, что нужно покупать либо продавать. Например, у уровня сопротивления, красного уровня сопротивления, мы видим красную стрелку. Это очень важно, именно вот такой синтакс построить. Я вижу конкретное условие, я реагирую на это условие. То есть я вижу уровень, если я возле уровня вижу стрелочный, я вхожу в позицию на sell. Вот здесь внизу у меня синий уровень поддержки, у меня был buy сигнал. Стрелочный на покупку и слабое дно. И вот это очень-очень-очень важный момент. Мы немножко сейчас отойдем от писанины и разберем то, что вам необходимо сделать. Вам необходимо сформировать простые правила вокруг ключевых уровней. И моя цель, когда я создавал торговую систему, была торговать любые кондиции, любое состояние рынка. И тренды, и контртренды, и флэт, все что угодно. И это можно сделать с помощью первого уровня поддержки сопротивления, которые вы рисуете или определяете одинаковым образом по одному и тому же алгоритму. Мы потом в следующих видео поговорим про автоматизацию этого процесса, как перейти на другой уровень торговли, который предполагает меньше эмоций, меньше участия вашего мнения в сделке. Так вот, первое, что нам необходимо, это реагировать на то, что мы видим. Например, самый простой вариант. Вижу уровень красный, вижу стрелку красную sell. Вижу уровень синий, стрелку зеленый buy. То есть я вижу конкретные сигналы или конкретные условия, которые указывают на какое-то событие, то есть на тенденцию. Тенденция – это что свойственно делать рынку? Рынку свойственно реагировать на уровень. По каким сигналам? Как правило, вы там будете видеть sell или buy сигналы в виде стрелочного, который я разработал много-много лет назад, который называется TC-by, это немножко другой стрелочный. Сразу забегая вперед, скажу, это модифицированные стрелочные сигналы. Они созданы специально для роботов моих. Мы будем об этом говорить чуть позже, но это не так важно сейчас. Фишка в том, что вам нужно создать те сигналы, которые нельзя интерпретировать иначе, и те правила, которые нельзя интерпретировать иначе. Я вижу красный уровень. Что значит для меня красный? У вас сразу должна всплыть ассоциация. Я вижу стрелочный возле красного уровня. У вас сразу должна всплыть ассоциация. Мы можем добавить еще сюда несколько условий на вход в рынок. Там какие-то паттерны. Вот здесь, например, стрелочный паттерн. Я это вижу, я это слышу и так далее. То есть добавить алерты, какие-то уведомления. Но вижу ли я здесь уровень, я могу поставить горизонтальную линию, потому что на тот момент этого красного уровня еще не было. Посмотреть налево, был ли уровень. Уровня не было. Это агрессивная сделка. То есть я вижу два условия из своей системы. Стрелочный паттерн. Но я не вижу уровня. Как тогда я действую? И еще ключевой момент, забегая немного вперед, вам нужно настолько уточнить каждый свой шаг, чтобы когда вы будете у правого края графика, у сложной стороны графика не тут, когда вы так берете и смотрите. Да, тут сел, тут бай. А вот здесь, у правого края графика, ваш мозг будет задавать вопрос вам, что делать дальше. Если у вас нет конкретного четкого плана, либо конкретного решения, то вы будете действовать с позиции эмоций. То есть так, как вы себя чувствуете, так, как вы себя ощущаете в данный момент времени. Были у вас профиты, были у вас лосы, вы устали, вы бодры, вы веселы и так далее. Но ничего общего с системностью это иметь не будет. Пройдемся по моим основным сигналам. Первый сигнал, потом я подробно расскажу. Первый сигнал. Ротация бара. Это не что иное, как чередование свечей с черных на белый, с белых на черные. Белые бары, черные, белый бар, черные, белые бар и так далее. Белый бык, черный медведь. Белый вверх, черный низ. Это тоже визуальная информация. Что для меня означает белая свеча? Что для меня означает черная свеча? Либо красная и зеленая. Не так важно. То есть что это значит? То, что ты используешь на графике. Второй сигнал. Это стрелочный. TC by TC cell. Это не что иное, как мои стрелочные разворотные сигналы. TC cell, TC by. Это немножко модифицированные стрелочные. Это не те, которые у меня были до этого. Они специально созданы для роботов. Стрелочный на sell, стрелочный на buy и так далее. Эти сигналы мы будем видеть везде. На любом рынке, в любом таймфрейме, в любое время. Нас интересует наша торговая сессия. Мы торгуем с... Я начинаю свою торговлю с 4. Онлайн чат начинается с 5. Соответственно с 4 до 7, до полвосьмого. Мое торговое время. И вот это prime time, где мы видим самые большие движения. Вопрос по каким сигналам. Вчера у нас был потрясающий buy сигнал. Стрелочный уровень. Стрелочный уровень. Стрелочный уровень. Здесь мы видели стрелочный рынок. Отвалился. Но перед этим мы незначительно ушли выше зоны. Вопрос принимаю ли я такие сигналы. То есть нужно уточнить. Потому что когда цена пробит урин появится стрелочный, такой что делать ступор. И будешь действовать эмоционально. Как вот тебе сейчас хочется, так и нажмешь. Или не нажмешь кнопку. Очень важно трейдеры. Итак, ротация бара. TC buy sell. Это все визуально продиктовные сигналы. Либо бар черный, либо бар белый. Либо стрелочный. Есть, либо нет. Либо он зеленый, либо красный. Другого не может быть. Ну, либо те цвета, которые я назначу. По умолчанию. Третий. Третий сигнал. TC break out. У меня робот торгует этот сигнал. Мы подойдем, когда к роботам. Я вам буду показывать сделки. Вот здесь. Первое условие. Пробой уровня. Сила сигнал номер. Вот оно сопротивление тоже. Но там был тест. А здесь пробой уровня. Затем я жду стрелочный тоже на sell. Против этого пробоя. И затем, если цена пробивает максимум сигнальной свечи. Вот она сигнальная свеча. Допустим, я ставлю buy stop на определенное расстояние. Не тут сразу. А, допустим, 5-10 пунктов выше. И если цена не видит мой стрелочный и проходит выше, мой ордер buy stop срабатывает. И я буду участвовать в сильных движениях, если они произойдут. Понимаете, да? То есть мы используем слабые места стрелочного сигнала. И пытаемся отфильтровать ситуации, в которых он слабее всего. Мы всегда задумываемся о сильной и слабой стороне сигнала. Вот у вас есть какие-то сигналы. Например, да? Какие-то паттерны. Где их сильная, где их слабая сторона. Потому что не всегда вы можете торговать сигнал по назначению. Может быть, есть смысл торговать его наоборот. Иногда. То есть не только на сильной его стороне во флетах. Но и когда формируются тренды. Рынок выходит из консолидации. Потому что вот этот сигнал. TC breakout. Он работает при выходе из консолидации. Когда рынок какое-то время стоит. Стоит. Потом пробивает уровень. Боум моменту. Очень-очень важно. И тут приходит еще один критерий. Уточнение. А пробой какого уровня? С какого таймфрейма? С пятиминутного. И мы можем просто-напросто зайти в сетку наших уровней. Вот сюда в систему уровней поддержки и сопротивления. И выбрать уровни или уровень. Например, если я торгую на минутке с М5. То есть пробой моего старшего уровня сначала. И потом искать сигнал. И опять же таки, откуда приходят большие движения после чего? После пробоя уровней. А что еще я обычно вижу после того, как цена пробивает уровень? Стрелочный. Если цена нарушает мой стрелочный. Например, пробой сопротивления стрелочный на сел. И цена его не видит. Проходит выше. Как правило, я буду видеть движение. И тут нужно уточнить некоторые детали. В какое это время происходит? Обычно в начале сессии. Это основное движение. То есть если ты дейтрейдер, ты начинаешь еще сужать. Ты знаешь условия, когда это работает. Но теперь в какое время лучше всего? В то время, когда большие движения. А когда большие движения? В первый час-полтора открытия сессии. Понимаете? Вот таким образом. И ты приходишь к лучшему перформансу в минимально короткие сроки. Торгуешь меньше, получаешь больше. Идем дальше. Следующий сигнал. Кстати, после TSSL рынок реагирует. Но мы так и не дошли до уровня. Вот тоже дилемма. Ты когда видишь уже исход события какого-то или ситуации, ты думаешь, блин, надо было продать. Я здесь уже смотрю, прошел 25 пунктов. А если пошел в другую сторону, чтобы ты сказал, надо было ждать теста уровня. Мы все молодцы, постфактум. Кстати, этот не останавливается. Свалится. Ответим дальше. Следующий сигнал. Ну, на самом деле, время моего торгуя вышло. Это тоже важно. Торгуешь ли ты в это время этот сигнал? Четвертый сигнал. Это паттерны. Это стрелочный TC плюс паттерн. То есть, это немного более консервативный вход от уровней. Ну, давайте разберем, разберем, ну, давайте вот этот же пример. Вот стрелочный. Допустим, был тест уровня. Если я жду паттерн, то мне необходимо, чтобы рынок после стрелочного еще вернулся и сформировал этот паттерн. То есть, я не продаю сразу, я не покупаю сразу, я жду еще дополнительное подтверждение на вход в рынок. И это стрелочный плюс паттерн. И эти паттерны также формируются и рисуются на графике системой автоматической. Так же, как и уровни, и стрелочные, и ротация, и бар, и так далее. Вот здесь мы видим наш паттерн. Слабое дно, слабая вершина. Сложное слабое дно, сложно слабая вершина. Разворотное дно, разворотная вершина. И двойное дно, двойная вершина. То есть, робот сначала смотрит стрелочный, потом паттерн, и нам вот таким образом рисует. Здесь мы видели стрелочное двойное и слабое дно. Я сначала купил, получил лосс, потом перезашел и поймал гигантский моментум. Сейчас мы видели стрелочный рынок, скорректировался, попытался вернуться, но паттерн не сформировал. То есть, торгуя более консервативно, то тоже запишите себя на будущее. Или торгуя с фильтрами, вы будете убирать какие-то убыточные сделки, но и прибыльные какие-то тоже будут уходить. Вот как, например, вот этот пример от TCSL. Но не переборщите с фильтрами, иначе вы можете сильно забрать профитные сделки. То есть, убрать убыточные какие-то, отфильтровать, отсеять, но и прибыльных тоже может уйти много. Здесь нужен баланс. Поэтому TC плюс паттерн, стрелочный плюс паттерн. И еще важный момент. Стрелочный на сел, что мне нужно? Вершина, стрелочный на байт, дно. Я это вижу, DW, двойная вершина, SD, слабое дно. Я это слышу. У меня постоянно возникает на графике алерт о том, что появился паттерн. И когда я вижу стрелочный DW, я спрашиваю себе, а где это? Возле уровня или нет? То есть, я пытаюсь это все объединить в кластер, зону скопления сигнала, место скопления сигнала. То есть, все, что мы делаем, мы объединяем критерии. Хотим видеть их в определенных местах. Контртренд, тренд, флет. В зависимости от условий, эти комбинации отличаются. Вот, например, типичная ротация бара, которая сегодня... Кстати, этот валится, дикарь, NASDAQ. Посмотрите, что делает NASDAQ. Без остановки. Я сегодня собрал огромный просто профит по NASDAQ. Робот продал здесь. Селл сигнал, ротация бара. Черный бар. Селл. Мой стоп здесь. Рынок потоптался, потоптался, потоптался. Вот мой первый тейк. Мы достигли первой цели. После... Ну, почти часа ожидания. Достаточно долго. И затем, посмотрите, как развился моментом. И вот мой второй тейк. 120 пунктов профита. Да, и плюс здесь еще 25. Итого 140 пунктов профита. Только один сигнал. И сегодня похожая ситуация была по золоту. Вот здесь. Селл сигнал. Сначала был бай сигнал. Рынок дернулся. Не дошел немного до моего тейка. Я вышел по стоп-лоссу. И потом, посмотрите, селл сигнал. И чудовищный моментум на 160 пунктов. Мы видим сегодня два огромных моментума. Один по золоту. Второй по NASDAQ. У меня был до этого селл сигнал вот здесь. То, что мы разбирали. Тест уровня стрелочный. Давайте сейчас найду. Вот здесь. Посмотрите сюда. Я поставлю вертикальную линию. Тест уровня стрелочный. Стрелочный где? Прям возле уровня. До этого мы с трейдером в закрытом чате видели стрелочный паттерн. Но здесь мы немного не дошли до моего S1 уровня. Поэтому агрессивные трейдеры купили здесь. Плюс 90 пунктов. Отличная волатильность. Днем ранее. Даже не днем ранее. Двумя днями ранее. Был чудовищный моментум по золоту. Вот здесь. Вот он. Белый бар. Ротация бара. Лонг. Тренд-фильтр зеленый. Мы об этом тоже будем говорить в следующих видео. Это объективные, визуально продиктованные критерии. Но это не говорит о том, что ты будешь в каждой сделке делать профиты. Сегодня, например, еще раз. У меня было три сделки по золоту. Три сделки по золоту. И один лосс. И два больших профита. Давайте сейчас найдем. Бай здесь. Плюс 23 пункта до первой цели. Бум. Обратно. Потом ротация бара здесь. Бум. Моментум. Потом сел здесь. Я вышел. У меня тейк был вот здесь. Прямо на поддержке. Я вышел раньше. Плюс 80 пунктов. Опять же таки, это разный сигнал для разного состояния рынка. С одной стороны, мы торгуем где-то от уровня. То есть, тест уровня стрелочный. А с другой стороны, наоборот, пробой уровня. И продолжение ловим движения. И вот посмотрите, например, сейчас у нас TC-бай по WTI нефть. Стрелочный на покупку. Я ставлю горизонтальную линию, потому что я никакого уровня не вижу. Смотрю чуть левее. Есть ли у меня уровень? Никаких существенных уровней нет. Да, у меня до этого был сильный импульс наверх. Стрелочный. Отвалились. Теперь импульс вниз. Стрелочный. И мы легко можем взлететь. Почему? Потому что это идеальное условие для такого рынка. Для такого сигнала. Стрелочный на сел. Стрелочный на бай. Стрелочный на сел. И стрелочный на бай. Очень высока вероятность, что мы дернемся отсюда и как минимум на 50% выстрелим. Вверх от вот этого движения. Где-то в районе 20-25 пунктов. И еще нужно сказать про пятый сигнал. Он на самом деле не относится к системе Cluster Trader. Он относится к системе Scalping Trader. P-B-Buy. P-B-Sell. P-B это Pullback. Pullback это коррекция. Откат. Но об этом роботе мы пока не будем говорить. Об этом сигнале. Мы будем разбирать вот эти три основных сигнала. Но мои два основных. Это ротация бара. Это TC-BY-TC-Cell. Либо TC-BY-TC-Cell плюс паттерн. Это было третье видео. Если оно было полезным, интересным, ставьте лайк. Пишите вопросы, если что-то осталось непонятным. В следующих видео я буду детально разбирать каждый, 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 каждый сигнал. Показывать какие стопы мы ставим, какие тейки, как мы входим, как двигается моя позиция, в какое время я торгую, как я мониторю вход в рынок. То есть, что должно быть на графике. И про каждый сигнал я буду разбирать отдельно. И, конечно, львиную долю времени мы будем посвящать вот этим пяти моим роботам. Ротация бара, разворотным паттерном, P-BY-P-B-Cell, TC-Breakout и TC-BY-TC-Cell. То, о чем я сегодня вам рассказывал в общих чертах. В следующих видео будем каждому посвящать максимум времени. Все. Всего доброго и до связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok